Дело о попытке государственного переворота открыли в Грузии. Среди фигурантов бывший глава государства, а ныне губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Вместе с ним под следствием оказался бывший секретарь Совета Безопасности Грузии Гига Бакирия. Обвинения в адрес грузинских политиков основаны на публикации в интернете. Марта Ардашилия с подробностями. Здание самого популярного телеканала Грузии под присмотром правоохранительных органов. Несколько камер наблюдают за оппозиционной телекомпанией, будущее которой в эти дни пытается определить суд. Решение контролировать этот периметр было принято после того, как служба государственной безопасности и МВД перешли на чрезвычайный режим работы и начали расследование по делу о заговоре с целью государственного переворота. По данным правоохранительных органов, кровавый сценарий должны были осуществить именно здесь, в здании Руставе-2. На основе проведенных оперативно-следственных мероприятий Департаментом контрразведки службы госбезопасности на основе распространенных СМИ заявлений началось расследование по первой части 135-й статьи, что подразумевает заговор с целью свержения власти и завладения властью. Будут проведены все необходимые действия в рамках расследования. Через несколько часов после этого заявления повестку на допрос принесли одному из главных подозреваемых, бывшему секретарю Совета безопасности Гиге Бокерия. В списке заговорщиков и экс-президент Михаил Саакашвили основная улика – стенограмма беседы, якобы имевшие место между Бокерия и Саакашвили. В материале интернета здания «Украинский Викиликс» утверждается, что встреча между бывшими первыми лицами страны состоялась в аэропорту Стамбула. Там, согласно ресурсу, стороны обсудили сценарий государственного переворота. Он заключался в нападении на сотрудников телекомпании «Руставе-2», за которым должен был последовать массовый протест против правительства Грузии. В разговоре фигурирует и генеральный директор канала Ника Гварами. Орфография и пунктуация сохранены. Чтобы Ника сильно не пострадал, пусть будет окровавленным, эффект не будет смотреться. Если женщину прибьют, женщину с ребенком, мать – это как раз что нужно. Подбери такую с коллектива. Эту тему взорвем как бомбу. Гварамию сделаем героем, а убийство молодой мамы подымет весь народ Грузии. Твои ребята в масках должны незаметно исчезнуть. Миша, что обсудили, никто не должен знать. Если это выйдет наружу, все развалится. Гигу Бокери несколько часов допрашивали в здании МВД Грузии. Единственное, что подтверждает соратник Саакашвили – факт встречи в аэропорту Стамбула. Мне неизвестно о существовании какого-либо оперативного материала, кроме того бреда, с которым общественность могла ознакомиться посредством связанных с правоохранительными органами интернет-порталов. Мне очень жаль, что сотрудникам контрразведки приходится тратить время на подобные дела. Стоит отметить, что украинский Викиликс зарегистрирован в российской столице – Москве. Ресурс зарекомендовал себя как источник чаще всего неподтвержденной информации. Подозрения наблюдателей вызывает и тот факт, что аудиозаписи разговора не существует. Есть только текст. Существует высокий общественный интерес к этой истории. Процесс расследования должен быть максимально прозрачным. Все те подозрения, которые возникли ранее, необходимо развеять открытым расследованием. У общественности должна быть возможность следить за ходом этого процесса. А пока общественность с неподдельным интересом следит за процессом по делу Руставе-2. Сегодня слушания возобновились. Тбилисский городской суд рассматривает иск бывшего владельца канала – бизнесмена Кибара Халваши, который считает себя незаконно обобранным и требует возвращения телекомпании. Журналисты-правозащитники оппозиции в Грузии не сомневаются. Всю эту историю затеяли власти. А главная и единственная цель компании – заглушить самую мощную оппозиционную кнопку страны. На самом деле Грузия оказалась перед угрозой государственного переворота. Найти ответ на этот вопрос предстоит следствием правоохранительным органам. Также необходимо доказать подлинность инограммы украинского Викиликс. Но пока этого не произошло, некоторые наблюдатели в Тбилиси считают, что весь переполох с тайным заговором лишь послужил формальной причиной для установки слежки за зданием телекомпании Руставе-2. Марта Ардашеля, Тбилиси, специально для РТВА.